Я точно знала, что я не хочу идти и получать какое-то музыкальное образование, потому что, во-первых, мне с 7 лет отправили музыкальную школу, я училась играть на фортепиано, ходила на сальфеджио, хор, и там меня уже так нормально поломали классикой, и я поняла, что именно в музыке я хочу развиваться самостоятельно. Плюс еще такой момент, что тогда, когда я начинала 40 лет назад, та музыка, которую я слушала и которую я планировала играть, она была не в тренде у образовательных учреждений. Я просто не хотела с этим совсем сталкиваться вообще, быть белой вороной, чтобы на меня смотрели, как на инолоты вообще, что это такое, я не знаю. Мне в школе тоже хватило этого всего. Я узнала о группе Китти. Кто-то там дал послушать, и я думаю, блин, что-то прикольное, надо попробовать. И просто я думаю, самостоятельно попробовала. Потом пришла на репетицию со своей группой на тот момент, первой. И просто думаю, сейчас, короче, пацанам покажу, как это все. И реакция была прям, типа, ого, круто получается у тебя. Думаю, ну все, значит, ништяк. Грол для меня всегда давался мне легко. Там дыхание, вот это все, то, что изматываешься, устаешь. Вот это да, но я больше от чистого на самом деле устаю. Я все боюсь звучать, как Иван Нессонс. И меня именно с ней сейчас сравнивают. Мне кажется, здравствуйте, новый этап сравнения с какой-то вокалисткой. Был этап с Ченами. Пару лет назад это просто было повально, это с Джинджер. И сейчас это какая-то эра Иванессонса у меня началась. Ну вышел просто вот этот клип. Ты все, это вы ушли, пойдете в направление Иван Нессонса. Так, нет. У меня был момент, когда я думала, что я не буду больше гроулить. Вот у меня был переход из одной группы в другую. И наши первые записи, наше первое IP там не отгроуло. Но просто люди взмутились. Как так вообще? Ты что? У меня даже мама, я помню, переживала. Говорит, у тебя так классно получается. Это нельзя бросать. Я думаю, ну окей, ладно. Да, это вот басист наш, Рома, в лесу. Увидел дерево, сделал его как стойку. Я говорю, мне еще надо его в черный. И вот, каркалыга. Она собирает овации, всем очень нравится. Я еще отказывалась поначалу. Что, по литере, он нахер надо? Не, не, все. Я теперь без нее не могу. Это моя метла. Примерно я там Андрею описываю, как она может звучать. Ну, странно будет записывать какую-то супер веселую песню, если у меня там, не знаю, про самоубийство в каком-то тексте. У меня таких нет. Или он мне дает какие-то примеры, допустим, заготовки. И я уже их слушаю и понимаю, о, вот этот вот текст у меня сюда подойдет. Или там, ой, вот так это происходит. Все бывает. И столкновение мнений. И просто я не могу сделать так, как надо. Это не разногласия, это творческий процесс. Я написал там кучу всякой музыки, начинаю из этого собирать трек, и понимаю, что у меня есть крутой момент, он вообще не заходит. И я его убиваю. Оля, когда пишет распевки, вокал, текст, у нее готовое тоже произведение. Я его начинаю вставлять в трек, и оно не идет. Не все, кусок. Я говорю, давай берем вот эту фразу. А Оля, как автор, она говорит, ну, как это убрать фразу? Это же смысл, текст. Такие разногласия. Я постоянно пишу текст. Вот у меня уже на третий альбом все, есть концепция, есть текст. И я понимаю там вообще, о чем он будет примерно. Пишу вообще с детства много. Я даже думала поступать в литературный, потому что с детства из меня это прям очень сильно лилось. Мне прям важно как бы выговориться и именно все это написать. То есть я с детства там была дневники личные, писала какие-то стихи, рассказы. У меня там прям фантазия все это перло, короче, из меня. Лирика поэтому для меня это как вот такой мой мир, мой такой важный месседж, который я хочу сказать, передать. Очень важно мне, чтобы люди, когда слушали, они что-то находили для себя. То есть я стараюсь какие-то состояния такие меланхоличные, депрессивные, описать их и еще обязательно попробовать дать какой-то свет. Когда мы выкладывали наши первые клипы ВКонтакте, боль, разочарование. Вот у нас клип вышел, дельфины. Выложили просто первый комментарий. Дерьмище. Я это запомнила на всю жизнь. У меня такой смех разобрал. Тому обидно, думаю, почему, а? Просто выкладываешь Facebook и понеслась. И мы просто полностью переехали, короче, в Instagram, Facebook. Это нас вдохновляло, мотивировало, общались с аудиторией, получали очень много фидбэка. Люди там прям писали, я прям читала, думаю, это серьезно. Прям вот реально так и есть, да, вот вам так нравится. От этого мы уже понимали, в каком направлении нам дальше двигаться, что им нравится. Ну, такого, чтобы им что-то не нравилось, не было, на самом деле. Потом вот у нас вот так вышел демон. Ну, и это вообще прям вынесло группу на следующий уровень, потому что там было еще больше фидбэка. Ну, а ВКонтакте тоже самое. Такая же фигня. У нас есть фэн в Америке. Он нас очень любит и любит Motionless and White. И просто пошел на их концерт в Атланте. У них там был Meet and Greet. Он знал, что они приезжают сейчас в Россию, в Питер. И просто дал ему диск. Сказал, что Крис, в общем, вот есть такая-то группа, там вот вокалистка, и это просто твоя женская версия. Я говорю, что? Боже мой. Ну, ладно. И типа обязательно послушай, и вот они должны вас разогревать. Вот и все. А потом нам пришло письмо о том, что он послушал, ему понравилось, и они готовы, чтобы мы их разогревали. Это был очень такой серьезный челлендж для нас. И я очень волновалась. Очень просто вообще. Я так переживала, то плохо воспримут, что все будут говорить, ну, пошла отсюда, там, мы на Криса пришли. Ну, вообще, кто вы, блин? Ну, то есть у меня был прям очень такой, да, я не скрываю очень, ну, прям страх такой, барьер перед русской аудиторией. Когда мы вышли, традиционно сыграли сначала песню с интро, а потом она начала приветствовать зал, собственно. И когда она сказала по-английски «хэйсэпэзис брукс», все они подумали, что группа не изручена. После этого концерта, конечно, вообще все кардинально поменялось. Люди нас увидели. Это было просто миллион вопросов, где вы были. А мы все это время были здесь. Но я понимаю, просто тяжело народ собрать. Так всего много, что как-то мы подзатерялись здесь немножко. Они нам, конечно, в этом плане очень помогли. И вообще вселили у нас мега уверенность. Ну, как бы вообще за это ни копейки не отдали. И мне было очень так весело получать сообщение этому коллегу. Типа, что, сколько там вы отдали? Я думаю, сколько. Вообще, в целом, тур – это от и до очень интересная история. Слеза. Из-за пандемии. Езжаем мы, значит, в Варшаву. Какое-то злачное вообще место. Куча народа. Просто все. Мне там сразу сходу русские. Водка, давай, водка. Бармены, короче. Давай пить водку. Я отказалась. Устала все. Начали там, короче, настраиваться. Получилось так, что меня подключить не смогли никак. Ну, и в итоге я думаю, да и как бы мне там водку предлагали. Вы выступаете. Ну, и что делать? То есть люди есть, все там. Мерч продается. Причем. И ребята просто играли. А я вместе с публикой прыгала. Все было классно. Кроме того, что вокала не было. Подключиться нормально не смогли. Оля себя не слышала. Все фонило. Что-то там трещало. Решили, что все-таки сыграем хоть что-нибудь. Все равно люди пришли на концерт. Ну, мы там несколько песен сыграли. Да. У нас причем Груймерчик купили. Я, конечно, поначалу напряглась, загрузилась. Ну, окей, пусть будет и так. Честно, я не скажу, что прям сильно кайфую от записи на стул. Круто, конечно, что ты можешь что-то переписать, там, все. Но это совсем другая работа. Я там очень сильно выкладываю, все время выползаю оттуда, переживаю, опять же, волнуюсь, чтобы там все звучало. Ну, а на концерте, на самом деле, да по-разному. Каждый раз. Как в первый раз, честное слово. Но каждый раз, как бы вот не было сложно или тяжело, мы все такие... Блин, вот бы завтра опять поступать. Субтитры сделал DimaTorzok